За рубежом сериалы снимают хорошие очень. Есть. Такое ощущение, что все сценаристы нормальные из большого кино ушли в сериалы. Я, причем, почему-то меня тянет смотреть именно криминальные сериалы. В 21 веке было снято три великих криминальных сериала. Это «Семья Сопрано», смотреть только в переводе «Гоблина». Очень хорошо снято. Просто вот там столько тонкостей. Причем, если посмотреть разборы самого Пучкова «Гоблина» по этим сериалам, понимаешь, что там половину тонкости ты не уловил. Там вот места, которые понятны только оперативникам и бандитам. Там вот все эти манипуляции. Со стороны люди не просекают это дело. Второе – это «Брейкин Бэт». Опять же, «Гоблина» его сейчас переводят как «вразнос». И «вразнос» это гораздо более понятно, чем вообще тяжкие. Это про то, как учитель химии стал наркобароном. Фантастический сериал. Я же изучал сценарное искусство, да, и я все это вижу. Я вижу и как музыка подобрана, и планы. Я и видеооператор по одной из профессий. То есть, фильм сделан безупречно, идеально по многим пунктам. Единственное, он втюхивает некоторые не совсем правильные идеи. Но это так, это уж совсем слабые люди поведутся на наркотике. Для любых нормальных людей этот фильм будет энциклопедией по тому, как бывает, и как не надо делать. К тому же, я, учитывая схемы из этого фильма, один раз раскрыл преступление. Ко мне одна женщина обратилась по поводу астрологии. Что делать с ее парнями, с ней, с личной жизнью. Я поспрашивал, поспрашивал, сделал вот так вот. И сказал, парень, и есть тот, кто тебя подставил, и кто главный преступник. Вот такие вещи бывают. Третий сериал – это «Трун-детектив». Настоящий детектив первый сезон. И МакКонахи. МакКонахи – гений просто, просто гений. Он шикарно выглядит, он очень аристократически выглядит в «Джентльменах». Но лучшая его роль – это детектив Коэн, или Коун, или как его, в «Трун-детективе». Он сыграл его молодого, среднего и уже такого возраста, когда он ушел из органов, и так сидит, видит такого хиппи, пьет пиво в участке. Интернет-мем есть известный. Он такой весь волосатый, вот так вот руки в стороны, разводит перед ним банки с пиумстер. Я бы не догадался ни в жизни, что это МакКонахи. Настолько он классно был загримирован. Гениальный актер. И там музыка, тонкость, в такую липкую-липкую, такой Миссисипи, знаешь, джунгли, какая-то паранойя, какие-то культы тебя вводят и проводят по этой цепочке. Очень классно. И это тоже энциклопедия разных криминальных приемов. Очень интересно. Не в Новый год будет сказано. Но я этот фильм даже показывал отрывки на занятиях про Плутон и про Нептун, потому что я когда преподавал астрологию, я вот иллюстрировал маленькими фрагментами, чтобы ввести человека в тему. Шикарные детективы. Все три сериала очень шикарные.